Сегодня разберем задание 5 из ЕГЭ по русскому языку, которое посвящено паронимам. Паронимы это те слова, которые максимально похожи друг на друга внешне, то есть они пишутся и произносятся практически одинаково, но при этом имеют совершенно разные значения. Для примера я нам подобрала одну из самых непростых пар паронимов, это глаголы одеть и надеть. Как правило, именно эти глаголы вызывают очень большую трудность у школьников и у людей, которые давным-давно уже школу окончили. Итак, глагол одеть подразумевает собой одеть кого-то полностью, то есть взять голенького ребенка, например, и одеть его на прогулку. Я одел ребенка на прогулку. В этом случае мы не можем употребить глагол надел, ну никогда вы так не ошибетесь. Если же мы говорим глагол надеть, мы подразумеваем, что мы надели что-то, например, шапку, на себя или на кого-то другого. Я надел шапку на себя, я надел шапку на ребенка. Есть одно универсальное правило, которое вы можете пользоваться по жизни. Если вы вдруг засомневались, как правильно сказать одеть или надеть, нужно точно делать выбор в пользу надеть. Потому что когда нужно сказать одеть, я одел ребенка на прогулку, вам подскажет языковое чутье, что можно сказать только так. Итак, мы с вами паронимы разберем на десяти заданиях номер пять. Итак, задание номер один. В данном случае у нас всегда будет одна формулировка, мы ее прочитаем лишь единожды. В одном из приведенных ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. Как всегда, старайтесь дать ответ до того, как я его озвучу. Итак, у нас есть представленный на сайте ассортимент, во втором есть лиричный герой, административные проступки преследуются законом, далее у нас есть карие глаза и греческий пират. Думаю, что вы нашли уже правильный ответ. Конечно, он во втором задании. Правильный говорит лирический герой. Думаю, что из курса литературы это всем знакомо. Все остальные слова у нас употреблены в данном случае верно. Наш ответ было бы слово лирического. Следующее. Во втором. В данном случае у нас есть нестерпимый жар, обидный промах, тактичность в отношении деятелей искусства и венок творения. Думаю, что это тоже вам известно как устойчивое выражение. Венец творения, не венок. Все остальные слова употреблены также верно. Далее задание номер три. В данном случае должно резать слух словосочетание из третьего предложения. Благодарное письмо. Так не говорят. Когда хотят кого-то поблагодарить, мы употребляем слово благодарственное письмо. Именно оно было бы нашим ответом в этом задании. Задание номер четыре. У нас есть длинное лечение, фильм автобиографический, микроскопические частицы и морозный воздух. В данном случае больной нуждался в длинном лечении. Длинный – это слово, указывающее на протяженность в пространстве. Если же мы говорим про время, то есть то, что происходило довольно долго, мы это должны называть длительный. В данном случае больной нуждался в длительном лечении. Все остальные слова также употреблены верно. Задание номер пять. Стряхнуть с плеч груз, обхватить взглядом, претерпеть все бедствия, звучный голос. В этом случае в качестве неправильного ответа мы должны выбрать цифру два. Невозможно обхватить взглядом просторы. Обхватить – этот глагол создан только для наших рук. Обхватить можно что-то руками. Если же у нас широта взгляда охватывает все просторы, то мы говорим «охватить» без буквки «б». Это было бы нашим ответом. Задание номер шесть. Воинский долг, скрытный характер. Предоставьте возможность, и слова Рудина не станут поступками. В данном случае может вызвать несколько затруднений это задание. Воинский долг. Слова военные и воинские представляют собой довольно сложную паронимическую пару. Поэтому запомните, что воинский долг, воинское звание, воинская часть – это все слово «воинский». Если же речь идет про карьеру, например, то это будет военная карьера. В данном случае воинский долг употреблено верно. В этом предложении ошибки нет. Есть ошибка во втором предложении. Это заболевание носит скрытный характер. Скрытным у нас может быть человек, который отдаляется от всех и никому не доверяет. Если же у нас заболевание было как-то запрятано, мы его не сразу смогли обнаружить, то оно носило именно скрытый характер. Это наш ответ. Далее задание номер 7. Военное звание, действенные меры, корневая подкормка, скрытый смысл и звуковая речь. В этом случае мы выбираем первый ответ. Мы только что сказали, что правильно будет употреблять слово «воинское» вместе со словом «звание». Воинское звание. Задание номер 8. У нас есть величественные перспективы, красочные вещества, дипломатические отношения, гуманные профессии и талант дипломатов. В данном случае мы должны выбрать с вами ответ второй. Хром и марганец являются красочными веществами, способными окрасить какие-то ткани, например, или которые лежат в основе красок. В данном случае, раз они будут красить, мы должны с вами подобрать слово, которое будет относиться к причастию. Красящими. Красочный значит красивый, яркий, многоцветный. А в данном случае они способны окрасить какую-то вещь, поэтому мы их будем называть красящими веществами. Задание номер 9. Наберите терпения, осталось чуть-чуть. Итак, у нас есть просветительская деятельность, изобретательная деятельность, покупательский спрос, дипломатические отношения и корневой сельдерей. Вас сразу должно смутить, что разные слова употреблены со словом деятельность. В первом сказано просветительская, а во втором случае изобретательная. Изобретательный это значит, например, находчивый человек, который очень нестандартно мыслит, находит быстрое решение из разных ситуаций. А в данном случае изобретательная деятельность подразумевается, что это деятельность изобретателя, которая относится к изобретательству. И в таком случае мы должны употребить слово изобретательской деятельности. Это наш ответ. И последнее, десятое задание. В данном случае затруднительная конструкция, впечатляющая победа, языкастый парень, словесный состав языка и сравнительный анализ морфим. Слово языкастый может вас смутить. Оно употреблено верно, но это слово разговорной окраски. Мы его, естественно, в письменной речи не используем. Есть здесь выражение, которое вы наверняка на уроках русского языка слышали, когда изучали раздел лексикологии. Лексикология занимается словарным составом языка, то есть теми словами, которые в нашем языке есть. Нельзя сказать словесный состав языка, можно сказать словарный состав языка.